Мы прочитаем о женщине, которая страдала кровотечением и которая прикоснулась к одеждам Иисуса. В долгое время, в течение всей осени, мы изучали это в моих занятиях. Мы говорили о людях, которые были исцелены, и об их личных свидетельствах, которые записаны в Слове Божьем. В 25 стихе мы читаем. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из Его сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к одежде Моей?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ тесит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» И он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, спала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире, и будь здорова от болезни твоей». Слава Богу! Давайте помолимся нашему Господу. Отец наш, снова сегодня мы благодарим тебя за привилегию, за эту великую привилегию, вместе приходить во имя Иисуса, собираться вокруг этого имени, имени, который выше всех имен. Имени нашего Господа и Спасителя, Господа Иисуса Христа, за привилегию. О, какая это славное привилегие, изучать Слово Божье вместе, пытаться святым Словом Божьим. Мы сегодня вновь благодарим тебя за Дух Святой. Ты послал Его к нам, чтобы Он учил и направлял нас. Мы доверяем, что Он даст нам сегодня понимание. Мы доверяем, что Он направит нас. Мы доверяем Ему, что Он откроет и явит Слово Божье нашему Духу. И мы еще раз молим за всех присутствующих здесь, чтобы мы были не только слушателями, как Библия говорит нам. Иаков говорит, что если мы являемся лишь слушателями, но не исполнителями Слова, чтобы мы обманываем самих себя, чтобы мы не были обманывающими самих себя, но чтобы были исполнителями Слова, ходящими во свете Слова Божьего. Аллилуйя. Во имя Святого Иисуса мы молимся. Аминь. В исцелении этой женщины, страдающей кровотечением, есть два ключевых слова. Эти ключевые слова «вера» и «сила». Иисус сразу почувствовал, что сила вышла из Него. Он сказал, «Черть, вера Твоя спасла Тебя». Мы рассмотрим эти два слова детально. Конечно, можно учить об одной лишь вере до конца 1982 года, но у меня нет столько времени. Но внутри у меня есть сильное побуждение от Духа Святого посвятить некоторое время. Мы уже некоторое время учили о вере, и сегодня я хотел бы пойти немного дальше. И снова давайте обратим внимание, когда вы читали 28 и 34 стихи вместе, давайте прочитаем сейчас эти стихи. Давайте прочитаем 28 и 34 стихи 5 главы все вместе. «Ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснуть, то выздоровею». Он же сказал ей, «Черть, вера Твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни Твоей». Вы без труда можете увидеть здесь, что в том, что она сказала, говорила ее вера. Вам нужно это записать и никогда не забывать об этом. То, что вы говорите, и говорит ваша вера. Что вы говорите? Слова так важны, не так ли? Слова очень важны. Знаете, есть несколько стихов в Писании, которые говорят о словах. Давайте обратимся к этим стихам. Иван Гляд, Матфея 12 глава, 37 стих. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Иисус сказал это. В следующем стихе, притчи, глава 18 стих 21. Притчи, глава 18 стих 21. «Смерть и жизнь во власти языка». Это значит «во власти слов». Не так ли? Ведь мы произносим слова при помощи языка. «Смерть и жизнь во власти языка». Я думаю, что мы можем прочитать этот стих следующим образом, и смысл его не изменится. «Смерть и жизнь во власти слов». Не об этом ли здесь говорится? Конечно. «И любящие его вкусят от плодов его». Здесь говорится о том, что кто любит жизнь, не вкусят от плодов. Дальше, притчи 21, глава 23. «Кто хранит уста свои и язык свой» Здесь опять же говорится о словах, не правда ли? «Тот хранит от бед душу свою». «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Притчи 12, глава 18. «Иной пусто слов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Язык мудрых врачует. «Вы хотите быть здоровыми?» «Или». И опять же, вы можете поставить здесь слова вместо слова «язык», потому что именно здесь об этом говорится. Слова мудрых врачуют. Потому что мудрый человек будет говорить слова, которые согласуются с Божьим Словом. Он будет говорить то, что говорит Слово Божье. Он не будет противиться Слову. Вот еще один стих из Нового Завета, который говорит о словах. Деяния 11, 14. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Если вы будете изучать Новый Завет глупше, вы заметите, что часто то же слово, которое переведено как «спасать», то же самое слово переводится «исцелять». То же самое слово «созол» переводится «исцелять». Я думаю, что мы можем прочитать этот стих, как «Он скажет тебе слова, которыми исцелишься ты и весь дом твой». Видите, люди спасаются и исцеляются, когда слышат слова. Помните те стихи, которые мы смотрели на прошлом занятии? Многие из вас не были здесь, поэтому давайте посмотрим еще раз. Иван, Леглоки, 6 глава, 17 стих. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его и много народов из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Седорских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих». Они пришли послушать его. Что они слушали? Они слушали слова. Не так ли? Переверните одну страницу назад. Откройте пятую главу Евангелия от Луки и прочитайте 15 стих. Но тем более распространялось молва о нем, об Иисусе. И великие множества народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезни своих. Он скажет тебе слова, которыми исцелишься ты. Аллилуйя. Аминь. Часто люди ожидают божественного вмешательства. Господь является суверенным правителем. И мы это часто можем наблюдать. Но на самом деле Божье самое лучшее и самое высшее дано нам в наше распоряжение при предъявлении веры. Может быть, вы и я не переживаю прямого Божьего вмешательства. Я не знаю. Никто не знает. Но мы видим, что иногда происходит. Например, в пятой главе Евангелия от Иоанна. Помните, ангел Господень сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее, тот поздоравливал. Только один. И все. Когда Бог в своей божественной власти решает делать что-то, он делает это. Он не обязан меня спрашивать и делать. Или не делать. Аминь. И это правильно. Итак, Бог различными способами инфицирует некоторые вещи иногда. Но это не является обычным способом. Но Бог иногда так делает. Обычный способ. Иногда Бог вмешивается и спасает людей. Например, как Саул и Старсон. Он приближался к городу Дамаск, и внезапно свет посеял вокруг него, и Бог проговорил к нему прямо с небес. Бог мешался. Это не так для большинства людей. То же самое по поводу исцеления. Бог посылает адела, которые размещают воду, и первый, кто входит, и стеляется. И потом им приходится ждать, когда вода будет снова возмущена. Различными способами Бог вмешивается. И мы верим в это. Но обычно Бог так не делает. Обычно Бог спасает и исцеляет людей через то, что эти люди слышат слова. Многие люди сидели и ждали божественного вмешательства, и они умерли, пока ждали. Аминь. Итак, благодарение Богу за его божественное вмешательство. Благодарение Богу за все, что он считает нужным сделать в определенных местах. Но не сиди и не жди этого. Брагослови Бога, начни слышать, начни слушать Слово Божье и потом начинай говорить Слово Божье. Аллилуйя. Божье самое лучшее. Божье наивысшее находится в нашем распоряжении, когда мы верим к Слову Богу. И помните то, что вера приходит через слышание Слова. Вера приходит через слышание и слышание Слова Божьего. Аллилуйя. Обратите внимание еще на одну вещь в рассказе про эту женщину. Мы знаем, что у этой женщины была вера, и Суд сказал, что у нее была вера. «Черь, вера твоя спасла тебя». Мы знаем, что она говорила, она говорила верой. Мы с темностью видим это, как читаем, ибо говорила, «Если хотя к одежде вам прикоснусь, то выздоровею». Заметьте, что в Писании в первых двух стихах 25-26 говорится нам об этой женщине, о ее состоянии, о том, что она страдала от этой болезни на протяжении 12 лет, о том, что она потратила все свое состояние, но не получила никакой пользы, ее состояние только ухудшилось. А потом, в 27-м стихе написано, «Услышав об Иисусе, подошла». Она не пришла, она ничего не сделала, она ничего не сказала до тех пор, пока она не услышала. Но, понимаете ли, через слышание веры приходит, «А потом эту веру необходимо применить на практике». И на самом деле, когда ты говоришь что-то, ты действуешь, не правда ли? Верия применяется на практике, когда мы действуем и говорим. Она сказала, «Это точно соответствует тому, чему Иисус учил нас в этом чудесном классическом тексте Марка 11-й главы, стихи 23-24. Эти слова вышли из уст Господа, и они являются наиболее важными, самыми знаменитыми, самыми поразительными, обречительными, слава Богу, и вдохновляющими наседательными словами, которые Он когда-либо произносил на предмет веры. И если кто скажет, «Горей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Его, что не скажет». А эта женщина сказала, «Если я прикоснусь к Его одежде, то выздоровею». Понимаете, вера должна быть высвобождена. Она должна быть высвобождена. Она не будет работать в вашей жизни просто потому, что у вас есть вера. Так же, как простой факт, что если у вас есть деньги и не купит вам то, что вы хотите, можно умереть от голода, имея карманы, набитые деньгами. Чтобы купить что-нибудь поесть, необходимо достать деньги из кармана. Аминь. Понимаете, вера не будет работать просто из-за того, что вы имеете ее в своем сердце. Необходимо достать ее из сердца. А как ее достать? Один из самых основных способов это через слова. Словами. А другой действий. Эта женщина сделала и первое, и второе. Она пришла, то есть она произвела действия. Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Итак, вера должна быть высвобождена. Высвободи свою веру. Освободи свою веру. Хорошо. «А как это сделать? Как это делается?» Вот как эта женщина сделала это. Ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Аминь. Слава Богу. Вера высвобождается словами или в словах, или через слова. То есть, когда ты используешь слова, они работают в твоей жизни. Слава Богу. Нам необходимо понимать, что мы можем быть побеждены нашими словами, или мы можем стать победителями благодаря нашим словам. помните, в притчах, в 6 главе 2 стихе говорится, «Ты пойман словами уст твоих». В другом переводе этого стиха говорится, «Пленен словами уст твоих». Однажды я слышал, как баптист и служитель, много лет назад я был баптистом, до тех пор, пока был крещен Духом Святым, когда я стал 50-ти. Так вот, этот служитель учил по этому стиху. Он заявил следующее, «Ты сказал, что ты не можешь, и в этот момент, когда ты это сказал, ты потерпел неудачу. Ты сказал, что у тебя нет веры, и сомнение восстало, как великан, и опутало тебя. Ты уловлен своими собственными словами. Ты провозглашаешь неудачу, и удача пленяет тебя. Где-то в 1938 я услышал эти слова, которые я никогда не забуду. Я записал их. Эти слова всегда были большим благословением для меня. Необходимо осознать это, потому что Слово Божие учит нас об этом. Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Мы, как верующие, как христиане, никогда не должны провозглашать неудачу. Не провозглашайте, это поражение. Оно нам не принадлежит. Вы говорите о ваших испытаниях, вы говорите о вашей проверке, вы говорите о ваших сложностях, вы говорите о недостатке веры, вы говорите о недостатке денег, и вера засохнет. Вы слышите меня? Вам необходимо понять это. Заметьте, если кто скажет, гореться, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверят, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Аллилуйя. Другими словами, твоя вера никогда не поднимается выше слов, которые выходят из твоих уст. Аминь. Никогда. Никогда. Поэтому необходимо понимать эту истину. Говори правильные вещи, слава Богу. Если ты говоришь о болезни, провозглашаешь болезнь, твои слова разовьют болезнь в твоем организме. Если ты говоришь о сомнении, провозглашаешь сомнение, провозглашаешь страх, твои сомнения и твои страхи станут еще сильнее. Просто не говори о них вообще. Что мне с ними делать? Ты верующий, ты христианин. Игнорируй их. Говори о том, что Библия говорит. Я сказал, говоря о том, что Библия говорит. Библия говорит, что Он не дал нам духа страха. У меня не будет ничего, что Бог мне не дал. Слава Богу. Я противостою этому, связываю это. У меня этого нет и не будет. Хотя страх, он и здесь. Прямо здесь. Кто-то скажет, что страх-то здесь. Я знаю это. Помните, в 24-м псалме сказано, «Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих». Враги прямо тут. Прямо здесь, конечно. Но прямо в присутствии наших врагов Он готовит трапезу для нас. И я уверен в одном, а я в служении уже почти 50 лет. Это мой 48-й год в служении. Я уверен в одном, что только некоторые из нас осознают, что наши слова управляют нами. И я думаю, что вы увидели в тех нескольких стихах, которые я вам прочитал, что слова управляют нами, контролируют нашу жизнь. Вдумайте об этом. Ну а что же нам с этим делать? Мы будем говорить правильные вещи. Слава Богу. Это как-то относится к здоровью? Мы некоторое время назад прочитали, что слово подобно мечу. А язык мудрых врачует. Язык мудрых, слова мудрых врачуют. Слова. Я не могу уйти от этой темы. Слова. Мы уже несколько раз говорили об этом. Послушайте это еще раз. Если вы не были здесь на наших занятиях, давайте посмотрим притчу 4 главу. Здесь говорится о словах, Божьих словах. Притча 4 глава. Я мог бы просто процитировать это место, но я хочу, чтобы вы открыли это место и пометили его, чтобы этот стих лучше запомнился. Это 20 стих 4 главы притчи. Сын мой. Это 20 стих 4 глава притчи. Сын мой. Понимай слова моим. Это Бог говорит. И крича моим, преклони ухо твое. Да не отходят они, мои слова, от глаз твоих. Храни их, мои слова, внутри сердца твоего, потому что они, кто они? Мои слова. Жизнь для того, кто нашел их. Где же найти Божьи слова? В Святой Библии. И мы опять же возвращаемся к слышанию того, что говорит Слово Божье. И правда, они, мои слова, жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего тела его. Мои слова. Здоровье. И мы можем добавить для тех, кто нашел их. Здоровье для тела их. Мы также можем прочитать этот стих. Лекарство для тела их. И вот мы опять говорим о словах. Мы говорим, что слова связаны со здоровьем. Слова также связаны со словом медицина. Аминь. Давайте тогда узнаем, что Слово Божье говорит. А потом давайте будем говорить, провозглашать Слово Божье. Аминь. Давайте будем провозглашать Слово Божье. Когда мы говорим, произносим Слово Божье нашими устами, тогда оно становится реальностью, а не просто, когда мы читаем его. Но когда мы говорим Слово Божье и применяем его в наших жизнях, поступаем по Нему в наших жизнях. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, с духовной точкой зрели, возьмите, к примеру, кого-нибудь, у кого есть искушение украсть что-нибудь. И скажем, вы тоже вывлечены в это. Кто-нибудь побуждает вас украсть. Вы говорите, Библия говорит, не укради, и я не буду украсть. Итак, вы сказали это, и ваши действия следуют за вашими словами. Я поступаю так уже более 50 лет. Благодаря этому у меня не было никаких серьезных заболеваний. Я никогда не был. Иногда было такого, но я не пропустил ни одного дня из-за болезни в течение 50 лет. Последний раз, когда у меня болела голова, ну, еще и 933 год. И это может звучать ухламляюще для некоторых, но я ожидаю жить и умереть без лекарств. Слава Богу! Если Иисус придет, я знаю, что мы умрем когда-то. Понимаете, если Иисус не придет до этого, потому что Он не обещал нам, что мы будем здесь жить вечно. Вы слышите меня? Но, слава Богу, у нас есть Слово Божье, которое говорит нам и об этом, Слово Божье говорит, что мы уйдем, чтобы быть со Христом. И это значительно лучше для нас. Аллилуйя! Лучше, чем быть здесь. Итак, если это произойдет, мне не о чем волноваться. Аллилуйя! Я все равно буду провозглашать Слово Божие. Но я знаю по опыту, что необходимо продолжать провозглашать Слово Божие. Тебя окружают люди. Они всегда говорят о своих болячках, своих болезнях, своих проблемах. Не важно, настоящие они или воображаемые. А я всегда говорю то, что Библия говорит, не обращая внимания на то, что мое тело говорит мне. Я просто говорю то, что Библия говорит. Меня спрашивают, как ты себя чувствуешь? Отлично, Слава Богу! Слово Божье говорит. И я говорю им, что Библия говорит. Я научился этому в моем баптистском тесте. Я практиковал это, будучи пятидесятником, будучи харизматом. Это по-прежнему работает. Не важно, ты баптист, пятидесятник, харизмат. Слово Божье работает для всех. Вы слушаете? Аминь. Если вы хотите продолжать говорить о вашей болезни, о том, как вы плохо живете, вы такими останетесь. Вы можете искать мужа Божьего годами, чтобы он помолился молитвой веры за вас. Но эта молитва не будет иметь никакого эффекта, потому что ваше безверие аннулирует эффект их веры и молитвы. Иногда люди думают, если кто-нибудь, у кого есть вера, помолится за меня, не важно, есть ли у меня вера или нет, не важно, как я живу, правильно или неправильно, но нет, есть и твоя часть в этом. Слышите? И твоя часть есть в этом. Тебе необходимо научиться использовать слова, которые будут работать для тебя. Слова, которые будут твоими слугами. Тебе необходимо научиться тому, что твои уста могут сделать так, что ты будешь продолжать болеть или сделают тебя здоровым. Я думаю, из тех отрывков, которые мы прочитали, вы можете увидеть, что это истина. Тебе необходимо научиться тому, что твои уста могут сделать тебя миллионером или нищим. Для меня это странно, что люди чаще говорят о негативном, чем о позитивном. Они скорее найдут то, что работает против них. Я знаю, с чего у меня началось. Я знаю, что легче начинать, если начать раньше. Я рад, что я начал, когда я был подростком. Мне было 15 лет, когда я родился вновь на больничной постели. Так-то раз сказали, что я умру, но я был исцелен за несколько дней до моего 17-летия. Но я так рад, что я узнал рано, что важно быть позитивным, а не негативным. Слава Богу! Это пришло не сразу, но научился этому до того, как я встал в постели. Кто-то однажды спросил меня, «Ты тренируешься делать это?» «Тренируюсь делать что?» «Ну, ты всегда все твои утверждения делаешь позитивными». Я сказал, «Да». Я даже не знал, что я это делаю. Наверное, я делаю так, потому что это естественно для меня. Вера должна быть естественной для нас. Для нас, людей, жить, ходить, верой, должно быть так же естественно, как для птиц летать. Для меня, для христиан, для верующих, это должно быть так же естественно идти по жизни верой, как и для рыб плавать. Аминь. Потому что это наша сфера. Вера — это наша сфера. Это сфера, в которой мы живем. Потому что Бог есть Бог веры, а мы дети веры. Благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас, Божий даст. Библия говорит, что мы ходим в веру, а не видим. И снова Библия говорит, мы живем верой. Слава Богу, видите, это наше место. Вы слушаете меня? Вы не можете жить верой и ходить верой без того, чтобы говорить, провозглашать веру. Вы слушаете меня? Вы не можете этого делать? Посмотрите еще раз на этот стих. Давайте посмотрим внимательно на этот стих Марк 11, 23, который мы уже цитировали. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет гореться, поднимись и ввергись в море, и не усомнится к сердцу своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Благодарю Богу. Теперь я хотел бы, чтобы вы заметили следующее. Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Иногда можно сказать одно и то же мысль по-разному, и люди начинают ее лучше понимать. Я помню, однажды проповедовал и один служитель, он был помощником пастора. Я ездил проповедовать в эту церковь тогда уже несколько лет. И когда я проповедовал там последний раз, я не знаю, сколько раз этот человек слышал, как я использую один и тот же текст, потому что когда учишь о вере, невозможно учить без Марка 11. Никак нельзя. И этот служитель, он выпускник колледжа, он не глупый, он образованный, умный. И вот этот помощник пастора сказал в собрании, «Я слышал проповеди брата Хегена уже не знаю, сколько лет. Я думаю, где-то лет десять. Как минимум я слышал его раз в год, а иногда и чаще. Но сегодня утром я понял что-то новое. Он сказал, это немного по-другому, и я наконец-то понял это. Вот так и происходит. Вот что я сказал, и он понял это. Я сказал, «Молодые люди хотят сперва иметь то, о чем они молятся». Например, это исцеление. И потом они будут это провозглашать. Но я хочу, чтобы вы заметили, что согласно тому, что Иисус сказал, «Кто скажет и не усомнится в сердце Своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет». Заметьте, что реализация приходит после говорения. А большинство людей сначала хотят увидеть реализацию, а потом провозглашать. Я могу это еще и по-другому сказать. Давайте еще раз посмотрим на этот стих. «Ибо истинно говорю, если кто скажет Горесий, поднимись и вернусь в море и не усомнится в сердце Своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет». Видите, еще не сбылось. Можно сказать следующим образом. Говорение предшествует владению. Видите это? «Кто скажет, Горесий, поднимись и вернусь в море и не усомнится в сердце Своем, но поверит, что сбудется по словам Него, будет Ему, что не скажет». Видите, говорение предшествует владению, обладанию. «И усомнится в сердце Своем, но поверит, что сбудется по словам Него, будет Ему, что не скажет». Вы заметили, еще не сбылось, но Он сделает, что это сбылось. «И так ли? Говорение предшествует владению. Слова идут перед обладанием». Аминь. Иногда, если сказать что-то другими словами, люди лучше это понимают. Аминь. И потом Иисус продолжает в 24-м стихе, говоря, «Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве». Если остановиться здесь, мы всегда говорим о молитве, молении, когда ты молишься. Я думаю, некоторые люди на этом и останавливаются. И они могут сказать, «Я точно верю в молитву», «Но когда-нибудь замечали, что это не то, что Он нам сказал. В молитве верьте, что получите». До этого места мы дошли вчера. В молитве... О чем Он здесь говорится? Он говорит все, чего не будете просить. Он говорит о желаниях, включая наше исцеление. Это урок по исцелению. В молитве верьте, что получите. Я вижу здесь тот же самый принцип веры. И будет вам. И мы можем поставить слово «исцеление» вместо слова «все». В молитве верьте, что получите исцеление. И будет вам исцеление. Заметьте, что здесь вовлечен тот же самый принцип. Мы верим, что мы получаем исцеление до того, как мы имеем исцеление. В предыдущем стихе говорилось, что говорение предшествует владению. Во что вы верите? Удивительно. Если начинаешь задавать этот вопрос людям... Я раньше задавал этот вопрос, когда разговаривал с теми один на один на тему по исцелению. Во что ты веришь? Я верю, что Господь исцеляет, если на то есть Его воля. Если человек так говорит, я должен помочь ему продвинуться дальше, потому что он не получит исцеление, если он будет так верить. Я должен помочь ему понять, что когда мы молимся, мы верим, что мы получаем исцеление. Потому что исцеление может быть включено в наше желание. Итак, во что ты веришь? Мы сейчас помолились, во что ты веришь? Ну, я верю, что Бог будет готов в свое время. Он исцелит меня. Нет, здесь не так говорится. Я задаю людям этот вопрос. Во что вы верите? Я верю в силу Библии. Но он не сказал, что если ты молишься и веришь в силу Библии, тогда ты получишь то, о чем ты молишься. Он также не сказал это. Это замечательно, верить в силу Библии, но это не работает. Понимаете? Когда молишься, верь, что ты получаешь. Молитва — это вера и принятие. Когда молишься, верь, что получаешь. 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 В нашем случае исцеления. Здесь говорится все, чего не будете просить в молитве, вы получите Все, что просишь, когда молишься, верь, что получишь это Потому что, когда мы можем позвать свое исцеление Потому что, когда ты молишься за исцеление, верь, что получаешь исцеление И у тебя будет исцеление Верь, что ты получаешь исцеление И у тебя будет исцеление Когда у тебя есть исцеление После того, как ты поверил, что получил исцеление Когда ты веришь, что ты получил исцеление? До того, как ты получил исцеление. Ты можешь сказать, я не понимаю этого. Ну, я тоже не понимаю, но несмотря на это, это все работает, потому что это Слово Божье. Тебе не обязательно понимать это. Просто делай так. Ты понимаешь рождение свыше? Конечно, нет. Ты понимаешь рождение, крещение Святым Духом, говорение на их языках? Конечно, нет. Даже в естественном мире существует много разных вещей, которые мы не понимаем. Но несмотря на это, они происходят каждый день, слава Богу. Неважно, понимаешь ты или нет. Так что благодарение Богу за Слово Божье, за духовные законы. И благодарение Богу за привиление уходить в свете Слова Божьего. Когда молишься, верь, что получаешь. И если задать людям вопрос, когда вы молитесь за исцеление, и после того, как вы помолились, спросить, во что они верят, удивительно, какие ответы можно получить? Это просто удивительно. Они верят во что угодно, только не верят в правильное. Они говорят, я верю в Бога. Ну, хорошо, а Библия говорит, и бесы веруют и трепещут. Я верю в Иисуса. Это правильно и хорошо, но, как вы понимаете, здесь это не работает. Я верю в Дух Святой. Это правильно и хорошо, но, опять же, в данном случае это не работает. Я верю в говорить на языках. Люди говорят мне, все это. Во что вы верите? Во что вы верите по поводу того, о чем мы сейчас молились? Вот о чем я спрашиваю. А не просто, во что вы верите вообще. Во что вы верите по поводу вашего исцеления? И вот здесь мы отделяем мужчин от мальчиков. Сразу же можно сказать, где люди находятся. Ходят ли они верой в Божьем Слове, или они ходят человеческим размышлениями. Некоторые люди называют это здравым смыслом. Как хотите, называйте это. Они смотрят на вас и говорят, я не буду говорить, что я исцелен, пока я не исцелен. Их вера не является духовной верой, их сердец, основанной на Словом Божьем. Их вера является естественной человеческой верой, основанной на том, что им говорят физические чувства. Вы видите разницу? И, конечно, такая вера не будет работать. Мы можем увидеть контраст между двумя видами веры в Библии. Верой Авраама и верой Фомы. Мы называем его Фома неверующей иногда. Помните, в 4 главе, послание к римлянам, Библия говорит, в тихе 16, 17, 17 об Аврааме. В 18 стихе говорится, что Авраам поверил по сказанному. А если вы читали предыдущий стих, там сказано, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующим, как существующим. Он сверх надежды поверил с надеждой, через то, что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленнее будет семя твое». И можно прочитать дальше. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело». Видите ли, он не смотрел на свои физические чувства, не смотрел на то, что говорило ему тело. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, что труба старинного мертвения. Не поколебался в убитовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, но сдав, слава Богу, и будучи вполне уверен, что он сфилен исполнится вечером». Затем, в 20 главе Иоанна вы можете прочитать, «После того, как Иисус воскрес, он пришел к ученикам, а Фома не было с ними, и они сказали, «Мы видели Господа». Но Фома тут же сказал, «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И мы читаем Иоанна 20 глава, стих 26 и дальше, «После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними». Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них. Потом говорит Фоме, «Подай сюда персту и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус сказал ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Понимаете, большинство людей хотят сначала увидеть, а потом они поверят. Они хотят увидеть, что они исцелены, или почувствовать, что исцелены. Тогда они поверят. Библия говорит все наоборот. «Ты веришь сначала, говоришь сначала». Не просто самому себе у себя в голове. Это тоже не работает. Не просто потому, что я сказал тебе это. Но ты можешь сказать, «Это из твоего сердца, потому что ты веришь, что это в твоем сердце». Слава Богу! Аллилуйя! Потом он сказал, «Ты получаешь это, то есть это станет существующим. Фома, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший. Аллилуйя! Я уже говорил это много раз, еще раз скажу. Проблема многих людей в том, что они пытаются получить благословение Авраама, имея веру в Фомы. А это не работает. Я говорю, «Это не будет работать». Вы знаете, что благословение Авраама на самом деле принадлежит нам. Аллилуйя! Помните, в послании Галатам, 3 глава, слава Богу, 13-14 стихи, помните, что там говорится? Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано, «Кроклят всяк, висящий на древе того благословения Авраама через Христа и Иисуса распространилось на язычника». Слава Богу! Итак, в молитве, вернемся теперь к Маркову 11, 24. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Когда вы получите? После того, как поверите, что получите. Благословенно Святое Имя Его. Благословенно Святое Имя Его. Давайте остановимся и прославим Бога за Его Слово. Слава Богу! Слава Богу! Благодарим Тебя, Господь Иисус! Благодарим Тебя, Господь Иисус! Благословенно Святое Имя Господа сейчас и в овете! Благодарим Тебя, Господь Иисус! Слово Твое, Господь, утверждено во вете на небесах! Во вете, Слово Твое утверждено на небесах! Благодарю Тебя, Иисус Господь! Слава Его Святому Имени! Слава Его Святому Имени! Аллилуйя! Слава Богу! Благодарю, Господь! Благословенно Его Имя! Благословенно Его Имя! Благословенно Его Имя! Слава Богу! Продолжение следует...